Здравствуйте! Много ногтей сломано и зубов стерто в попытках рассказать о том, что советский солдат, после прихода на территорию фашистской Германии в 1945 году, насиловал немецких женщин в возрасте от 8 до 80 лет. И вот тут-то я и наткнулся на одну интересную книгу. О чем сейчас и расскажу. Это книга немецкого профессора Мириам Гёбхарт. Мириам Гёбхарт. Родилась 28 января 1962 года, Фрайбург-Эмбрайсгау, Баден-Вюртемберг, Германия. Немецкая журналистка, историк и писатель. Специализируется по Второй мировой войне. Автор ряда научных работ, в числе которых когда пришли солдаты. «Изнасилование немецких женщин в конце Второй мировой войны». Издание на русском языке 2018 год. Один из эпизодов книги повествует, что рядовой американского танкового батальона Блейк Мариана был несомненно бравым солдатом. Он сражался с немцами в Африке, Италии и на юге Франции. В марте 1945 года его танк пересек Рейн и двинулся по Германию. К этому времени 29-летний Блейк уже почти три года не был дома в штате Нью-Мексико. На британских островах его ждала подруга. Впрочем, в тот вечер американцу было не до нее. Он решил отпраздновать взятие деревушки Лауф и вместе с еще одним американским солдатом нашел погреб с хорошим коньяком. Основательно набравшись, захотел продолжить веселье. В тамошней церкви прятались 17 жителей деревни, женщины и дети. Блейк указал автоматом на 20-летнюю Елфриду, вывел ее во двор и изнасиловал. Вернувшись в церковь, выбрал следующую немку. Когда оказалось, что у 40-летней Марты месячные, он выстрелил в нее. В мучениях женщина умерла через сутки. А бравый вояка тем временем занимался с 54-летней бабетой. Рассказывая об этом эпизоде, Мириам Гебхард констатирует. Одна из стойких и излюбленных картин, изображающих Вторую мировую войну, заключается в следующем. Освобождая Германию от нацистов, британские и американские войска вели себя вполне пристойно, а вот солдаты Красной Армии изнасиловали сотни тысяч немок в возрасте от 8 до 80 лет. На самом же деле все обстоит иначе. Автор приводит такие данные. Американцы подвергли сексуальному насилию 190 тысяч жительниц Германии, британцы — 45 тысяч, французы — примерно столько же. О Красной Армии Гебхард практически не пишет. Если эти сведения правильные, мрачно констатируют журналисты лондонской Daily Mail, то нам следует самым серьезным образом пересмотреть нашу оценку освобождения Германии союзническими войсками. Кроме того, нужно радикально изменить отношение к тем, кого мы считаем нашим великим поколением. В общей сложности лишь 152 американских военнослужащих были осуждены за изнасилование в годы Второй мировой войны. Но этот список, конечно же, не полный, ведь о такого рода преступлениях нечасто становится известно. По подсчетам британского ученого Леона Радзиновича, только 5% женщин сообщают о насилии над ними. Стыдятся и молчат. Во время войны эта цифра была еще ниже. Когда американские солдаты входили в города и деревни Третьего Рейха, они кричали перепуганным жительницам «Будешь спать со мной!». Многие немки шли на это. Кто-то, чтобы спасти себя и своих близких. Кто-то за нехитрые подарки, а кто-то по желанию. После войны некоторые герои, оказавшиеся в американских тюрьмах, признавались, что в изнасилованиях не было необходимости, поскольку Фрейлин порой соглашались на все за нейлоновые чулки или даже за пачку сигарет. Многие случаи настолько вопиющие, что Гепхард не решилась по ее признанию писать о них. Особенно об издевательствах над детьми. Например, одной из жертв было всего три года. Преступления нередко совершали группы озверевших грабителей и мародеров. Мартовской ночью 1945 года в дом под Франкфуртом ворвались шесть совершенно пьяных американцев. Восемь девочек изнасилованы. Некоторые на глазах их родителей. Автор книги добавляет, что британцы и французы старались не отставать от американцев. 16 апреля 1945 года вояки Сальбиона несколько часов измывались над тремя жительницами городка Найштадт. А в деревне Ойли солдаты затащили маленькую девочку в лес и когда она начала кричать, застрелили ее. Так что вот такую интересную книгу я прочел.